МИАСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД МИАСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Это при том, что на сегодня собираемость платежей в нашем городе составляет более 95%. На сегодняшний день МОБРЦ является муниципальным предприятием и фактически отслеживает все начисления по каждому лицевому счету, то есть по каждой квартире, по каждому человеку. Естественно, для предприятия, зарабатывающего деньги на население, это может оказаться не очень удобно. То есть вот такой вот внимание и контроль для частного предприятия могут создавать определенные проблемы. Плюс РЦ всегда отслеживает законность и даже если предприятие берет и поручает, что нужно сделать вот так, вот так, но это противоречит закону, то РЦ естественно отказывается это делать и поясняет причину. В то же время в адрес расчетного центра никаких письменных претензий со стороны ММЗ не поступало. Негативно данная ситуация может сказаться и на управляющих компаниях, которых буквально вынуждают заключать прямой договор с ММЗ. Среди прочих в непростой ситуации оказалась управляющая компания «Жилкомсервис», обслуживающая две трети домов на Машгородке. Что будет дальше? Ну, будет хаос, однозначно будет хаос. На данный момент ММЗ предлагает заключить договор ресурсного снабжения и хочет оказывать услуги РЦ своего, то есть они об этом везде говорят. Но нам это не надо, то есть договор мы заключать с ММЗ не будем, потому что это приведет к финансовым проблемам, потому что ММЗ предлагает покупать ресурс. Мы все прекрасно понимаем, что в зимний период время платежей увеличивается из-за отопления. И многие эти деньги не оплачивают сразу и растягивают. Бывает на лето плюс очень много квартир выкупленных и нет собственников. Люди платят раз в год или раз в полгода. А по договору, то есть управляющая компания обязана будет погасить за этих должников ресурсного снабжения организации. Мы прекрасно понимаем, что это приведет к уничтожению управляющей компании. Также обеспокоенность высказывает и управляющий компанией «Строитель». Сейчас дополнительная платежка для них будет просто очень много вопросов и непонятно. То есть ММЗ, скажем так, поставляет тепло, они учитывают тепло, они контролируют и также будут контролировать платежи. А ММЗ – это коммерческая организация, да? То есть кто на них будет оказывать деньги, кто их будет проверять, непонятно. То есть они что захотят, то есть делают. Как у нас, скажем так, у жителей к ММЗ много вопросов, да? То есть они там то одно придумают, то другое, то есть дабы увеличить там свои платежи. Ну там положительный баланс, скажем так. Вполне возможно, всех нас ожидает повторение ситуации, сложившейся между жителями и компанией НСР. Также ранее прекратившие отношения с РЦ. Вот только в проигравших, как обычно, остались жители. Продолжение следует...